Получается, вчера остановились на том, что создали блок для интернет-магазина. Закончили с дизайном, я добавила остальные картинки, чтобы сейчас времени тратить. Давайте теперь объясним настройки, как подключать сюда кнопки, как делать так, чтобы пользователь мог выбрать разные варианты товара и так далее. Мы заходим в контент. Получается, блок для четырех товаров. Сходим в контент, и здесь у нас четыре карточки товара. Здесь сверху подписан номер карточки. Сверху вы тоже можете видеть действия, которые с ними можно сделать, как бы дублировать, выключить. Это означает, это примерно тот же эффект, что если на самой странице вы нажмете на эту кнопку и скроете какой-то блок. Вверх-вниз точно так же карточки передвигаются внутри контентной части. А теперь мы уже заполнили заголовок описания и текст. Стоимость услуги мы написали полторы тысячи за 500 грамм. И дальше давайте рассмотрим кнопку «Еще». Опять важный момент. Здесь мы выбрали, что при клике на кнопку «Выбрать количество», у нас открывается всплывающее окно, то есть попав. Чуть позже я покажу, как сделать так, чтобы открывалась отдельная страница, если у вас, допустим, должно быть большое описание товара. Название кнопки у нас «Выбрать количество». Здесь легко допустить ошибку, потому что как бы интуитивно кажется, что лучше назвать кнопку в корзину или как-то купить, но при этом вы должны понимать, что у пользователя будет еще одно действие, прежде чем он решит купить. То есть он нажимает на кнопку, открывается окно, и только после этого он добавляет товар в корзину. И для того, чтобы его не путать, нужно называть кнопку тем действием, которое он непосредственно сейчас будет совершать. В нашем случае он будет выбирать количество ягод. И здесь мы можем… Вот эти поля мы пока пропустим. Здесь любой параметр, который вы хотите задать продукту, там, количество, допустим, по весу, размер одежды или там цвет, что угодно, это все регулируется здесь. Мы называем наш параметр «количество». И что я хочу вообще сделать? Чтобы у нас стояла установленная цена за 500 грамм полторы тысячи, и чтобы когда вес увеличивался на 500 грамм, цена увеличивалась тоже. И пользователь это бы видел. Как это делается? Мы пишем для начала, что у нас 500 грамм равно… Так, сколько там? 1500. Без пробелов, без ничего, без знаков валюты. Дальше. Один килограмм будет равен, допустим, плюс 1400. То есть 1500, который за 500 грамм, у нас увеличится на 1400. Дальше. Полтора килограмма будут равны, например, плюс 2700. Опять же, мы увеличиваем не предыдущую цифру, а самую первую изначально, которую мы установили, вот здесь. Увеличиваем именно ее. И, например, 2 килограмма равно плюс 3200, например. Сохранить. И теперь, если мы опубликуем… При клике на выбор количества у вас по умолчанию будет стоять 1500, и пользователь будет понимать, что это цена за 500 грамм, потому что мы это указали здесь. И здесь появляется фильтр, в котором мы выбираем разный вес. Допустим, я выбрала 500, ничего не изменилось. Выбрала килограмм, и цена меняется сразу автоматически. Таким образом, можно ставить разные параметры, допустим, доставку часто делают, чтобы, получается, человек сразу менял и понимал, сколько это в итоге будет стоить. Я эти настройки сейчас скопирую для остальных. Получается, настройки у каждой карточки одинаковые, но вам нужно будет вручную их все вводить, потому что бывает такое, что для каких-то товаров это, например, не подходит. То, что вы сделали для одних товаров, не подходит для других. Теперь. Часто бывает, что вы хотите показать, что на какой-то товар у вас есть скидка. Как это делается? Точно так же через контент. Вы заходите, опять же, по кнопке «Еще». И здесь, кстати говоря, вы можете добавить не один параметр, а несколько. В таком способе создания интернет-магазина здесь можно добавить только три параметра разных, но позже мы разберем другой способ, более продвинутый, для более больших интернет-магазинов, где можно добавлять очень много разных параметров, и там более такие серьезные настройки. Если вы хотите добавить лейбл со скидкой, то вы можете ввести просто старую цену. Допустим, она была 2000. Сохранить. 2000. Отметку на карточке ставите, например, скидка. И появляется вот такая кнопка. И здесь появляется старая цена, которая зачеркнута. Вот. Так, идем дальше. Если мы хотим создать отдельную страницу для какого-то товара, например, вы видите, что при клике у вас открывался не поп-ап, то есть чтобы было не так, а чтобы пользователь перекидывал на абсолютно другую страницу, где будет более подробная информация о товаре, как это делается. Мы возвращаемся в список наших страниц. На это не обращайте внимания. Это та, которую я создавала для того, чтобы показать пример сайта. Вторая наша страница. Добавляем новую страницу. Выбираем пустую. И я сейчас просто для примера добавлю сюда что-нибудь, чтобы было понятно. Например, просто в ходе изображения. Слишком хорошо. И, допустим, какое-то описание для товара. В конце я добавляю кнопку для того, чтобы через нее можно было перейти в корзину, там, редактировать товар и так далее. Публикую страницу, потому что пока я не публикую, ее никуда невозможно будет добавить. И теперь вот она у нас есть. Возвращаюсь обратно на нашу основную страницу. И вот здесь, во вкладке «Контент», то есть мы сделали отдельную страницу именно для клубники. Здесь во вкладке «Контент», в этом поле я выбираю ссылку на страницу и выбираю страницу. Это можно сделать либо просто скопировать ее адрес и вставить сюда, либо можно нажать на кнопку «Выбрать страницу». И в списке ваших страниц выбрать ее. Я ее не переименовала, но она у нас последняя. Сохраняем. И теперь как это будет выглядеть. То есть здесь опять же у нас везде открывается поп-ап. Здесь мы будем переходить просто на другую страницу. С точно такой же кнопкой для того, чтобы совершить покупку. Чтобы вернуться назад, просто возвращаемся назад. Так. Теперь. Мы добавили, поскольку мы уже добавили блок интернет-магазина, у нас сделано 50% работы для того, чтобы магазин в принципе заработал. Для того, чтобы его подключить чисто технически, нужно добавить обязательно блок, который находится в разделе «Магазин». Самый первый. Который называется «Корзина с формой заказа». Блок, который мы добавляли вот здесь, где там кнопка, мы выбираем разные параметры и все остальное, он отвечает за все те действия, которые пользователь совершает до того, как он решает окончательно уже совершить покупку. Блок с корзиной отвечает за все остальное. То есть, когда мы заходим на сам сайт, что-нибудь выбираем и добавляем это в корзину, у нас открывается какое-то окно, и вот начиная с вот этого момента, все настройки, которые здесь есть, мы редактируем через блок «Корзина». Что здесь есть? В настройках опять же это вся часть, которая тоже отвечает за визуальную часть. У нас есть стиль корзины, мы можем сделать эту иконку побольше, поменьше. Я всегда оставляю стандартную. Цвет иконки, цвет самой корзины, обычно тоже оставляю такую же. Цвет кружка, цвет обводки кружка. Обводку лучше здесь не делать, потому что это такой элемент, который не должен сильно бросаться в глаза, поэтому он должен быть максимально нейтральный. И с контрастной частью, где пользователь видит, сколько у него добавлено здесь продуктов. Цвет кружка под числом. Вот его я всегда меняю на тот цвет, который у нас выбран как контрастный. Поскольку у нас выбран красный, но не такой оттенок, я выбираю на его. Цвет числа оставляем белый. Так, и все, сохраняем. Как будет выглядеть корзина на готовом сайте, то есть вот здесь у вас сбоку будет просто высвечиваться такая иконка, и при наведении вы будете видеть, сколько, вернее, пользователь видит, сколько он в итоге должен заплатить. Дальше через настройки вы можете… Получается, когда вы добавляете товар в корзину, когда уже решаете его купить, у вас выходит, вернее, опять же, у пользователя выходит окно, в котором он видит, что он выбрал, он может редактировать здесь количество, и тут находятся поля для той информации, которую нам нужно от пользователя собрать. Чаще всего, если это интернет-магазин, то вы там можете узнать адрес доставки, там время удобное для доставки, естественно, имя, номер телефона, и я рекомендую еще оставлять сюда поле с имейлом, потому что это позволит вам собрать базу контактов, по которой вы потом сможете делать всякие рекламные рассылки, ну и в целом у вас уже будет какая-то база клиентов. Поэтому вот эта вот, вся вот эта вот форма, ее внешний вид редактируется тоже через корзину. Здесь мы можем менять цвет текста, цвет фона, ну, как бы, как и обычно. Цвет обводки и бордюра я рекомендую ставить не черным, а посветлее, потому что это не такой важный элемент, и он должен просто не бросаться в глаза, но тем не менее находиться на экране. Толщина обводки и бордюра советую вам всегда оставлять один пиксель, потому что, опять же, это не должен быть сильно кричащий элемент. Радиус скругления бордюра. Получается, здесь я сделала так, чтобы у нас вообще не было, чтобы поле для ввода было не закрытой фигурой, а просто подчеркиванием. Если вы хотите сделать так, чтобы оно было закрытым, то тогда мы делаем радиус скругления, 100 пикселей, например. Опять же, вот мы изначально выбрали, что кнопки на сайте будут полностью круглыми, без всяких углов. Поэтому здесь мы тоже этого стиля придерживаемся, и поля для ввода у нас тоже должны быть идеально круглыми, вернее, без углов. Заголовок, поле и насыщенность – это можно оставить по умолчанию. Цвет калочек, переключателей разных элементов – это, допустим, когда… Сейчас на примере покажу, просто добавлю пока цвет. И еще, если вы хотите в итоге стилизовать вид этой формы так, как у меня, то есть оставить только нижнее подчеркивание здесь, в самом конце, опять вот эти незаметные функции, галочка, где вы можете стилизовать, стилизовать поле для ввода. Дальше. В этой форме есть внизу кнопка. Для нее мы тоже… Здесь не так много настроек на самом деле, но здесь мы тоже должны придерживаться общей концепции. Цвет текста у нас будет, пускай, черный. Цвет фона вообще уберем или сделаем вот этот светлый. Вводка тоже черная и один пиксель. Шрифт оставляем, как был. Цвет фона при наведении. Здесь на самом деле довольно нетипичный пример, потому что у нас за контрастный цвет выбран красный на сайте, но при этом мы не можем себе позволить сделать красные кнопки, потому что красные кнопки интуитивно ассоциируются с тем, что вы что-то делаете неправильно. То есть, как правило, если это кнопка, которая призывает вас к действию, она зеленая, там какая-нибудь желтая, более такого нейтрального цвета, красный обычно говорит о том, что что-то не так. Поэтому кнопку красный лучше не делать. Я ее здесь сделаю. Цвет фона при наведении, допустим, пускай он будет более розоватый, когда мы будем ее наводеть. Текст остается таким же. И цвет квартиры пускай тоже будет таким же. Дальше иконка закрытия и подложка. Это то, что находится вот здесь вот сверху. Это можно, в принципе, не менять, но по умчанию блог выглядит, поэтому просто пропустим. Расположение корзины. То есть, когда бывает так, что на сайте блок с интернет-магазином расположен не только в одном месте, то есть пользователь заходит и не сразу покупает что-то отсюда, а, допустим, скролит дальше, и вот эта иконка у вас здесь висит. Если вы понимаете, что она сильно мешает дизайну, хотя на самом деле я… Ну, у меня таких ситуаций еще не было. Но если вам кажется, что ее нужно как-то подвинуть, это все делается здесь. Вы просто редактируете отступы в пикселях сверху и снизу, там, от разных сторон экрана, и таким образом иконка двигается. И в дополнительных настройках можно установить разные параметры, которые позволят вам избежать ошибки пользователей. Например, вы продаете там какой-нибудь интернет-онлайн-курс, там за, условно, тысячу рублей, да, и какая-то может произойти ошибка на сайте, и пользователь может сделать так, что он оплатит случайно не то, и потом там придется возвращать деньги, и разные операции проделать, но, в общем, это поближе не проблема. Поэтому, если вы понимаете, что у вас есть какая-то минимальная сумма заказа, ее можно указать здесь, и в случае какой-то ошибки деньги не спишутся, если сумма будет ниже, чем та, которую вы указали здесь. То же самое, точно так же работает минимальное количество товаров в корзине, а бывает так, что добавляют неправильно, опять же, списывается как-то неправильно, и возникает ошибка, поэтому такие вещи лучше устанавливать здесь сразу, чтобы просто избежать ошибки. Дальше, по умолчанию, когда вы публикуете интернет-магазин, и пользователь добавляет туда какой-то товар, потом он, допустим, закрывает эту вкладку, и там через какое-то время открывает снова, у него вот эта корзина с добавленными товарами остается, и по умолчанию у Тильды товары в корзине хранятся 30 дней. Если вас это не устраивает, как правило, это никого не устраивает, потому что тогда у меня был случай, когда люди добавляли в корзину товар, забывали об этом, потом через какое-то время заходили снова на сайт, добавляли еще раз, и оплачивали уже два товара сразу, потому что просто не заметили. Вот, чтобы такого избежать, здесь можно указать количество дней, когда товар хранится в корзине, либо можно поставить галочку, чтобы он вообще там не сохранялся, можно запретить изменять количество товара. Опять же, это в случае, если вы продаете онлайн-курс, то есть, чтобы случайно люди не нажали и не купили, допустим, дважды один и тот же тариф, вы можете запретить изменять количество товара. И если это сайт для бизнеса, ну, раз это интернет-магазин, то он логично, что для бизнеса, вам нужно всегда ставить галочку «Отправлять данные с добавлением товара» в систему аналитики, тогда у вас просто будет более полная статистика по сайту. Как только вы отправляете, допустим, здесь покажу, как только вы выбрали что-то, ввели свои данные, нажимаете «Оплатить», у вас выходит вот такое сообщение. Вот это вот сообщение, его внешний вид редактируется вот здесь. Цвет текста, цвет фона и так далее. Вне зависимости от того, какой у вас выбран стиль на сайте, какие там ведущие цвета, я вам всегда советую делать сообщение с успешной отправкой на зеленом фоне. Опять же, потому что чисто психологически это воспринимается, что пользователь сделал что-то правильно. Поэтому чаще всего этот цвет даже не меняю, потому что он выглядит, в принципе, нормально с любым дизайном, поэтому оставляем это так. Сохраняем. И теперь смотрим, что находится в контенте у корзины. Здесь, это пока пропустим, у нас самое основное – это поля для ввода, то есть какие данные мы хотим собрать от пользователя. Их вы можете добавлять очень много, я не уверена, что это количество вообще ограничено, но на самом деле, чем меньше этих полей, тем лучше. Не нужно собирать не супер важную информацию, потому что это просто лишний шаг перед покупкой, который может привести к тому, что человеку просто надоест это все заполнять, он передумает, покупать не будет. Чаще всего в самом начале стоит имя. Вообще, давайте посмотрим, что можно сделать. Эмейл, телефон, имя, поле ввода в одну строку – это означает, что, допустим, какое-то там предложение, которое должен пользователь ввести самостоятельно. Поле ввода в несколько строк – то же самое. На практике это чаще всего используется, когда хотят, чтобы пользователь оставил какой-то фидбэк, и поэтому оставляют несколько строчек, для того, чтобы просто что-то написал. Выпадающий список, когда вы хотите, чтобы вы получили несколько вариантов на выбор. Вопрос с вариантами ответа – это вот как раз, давайте для примера добавлю, чтобы было понятно, для чего мы устанавливали цвета галочек. Кстати говоря, все варианты, все варианты, что в полях ввода, что в самом магазине, они вот в режиме редактирования должны разделяться одним энтером. Так, если сейчас публикую… Вот, когда мы выбирали в настройках корзины цвета для галочек, для переключателей, это вот именно вот эти элементы. Давайте начнем с имени. У нас есть подсказка значения, которая, как правило, вот здесь, вот здесь вот в самой строчке выходит таким светлым очень текстом, подсказка какого-то значения. Я ее редко добавляю, потому что, ну, когда поле называется «Введите ваше имя», там понятно, что нужно делать. Пишем ваше имя. Подзаголовок тоже можно оставить. И имя переменной – это очень важный пункт, который вам понадобится, когда вы будете создавать CRM-листы, когда вы будете уже управлять заявками клиентов. Потому что это то слово, которое будет связывать ваш сайт с CRM-таблицей. Поэтому тут всегда нужно вводить именно на английском. И никогда не забывайте про вот этот вот пункт. Дальше мы можем поставить галочку «Обязательно для заполнения» или «Нет». Я ее всегда оставлю, потому что, в принципе, если поле не обязательно для заполнения, то его лучше вообще не добавлять. Дальше собираем имейлы. Пишем ваш имейл. Имя переменной, имейл. Тоже обязательно. Следующий телефон. С телефоном можно сделать… С телефоном здесь есть такая классная функция. Вы можете настроить маску. То есть у вас сразу в зависимости от страны, которая определяется на сайте, будет стоять код страны. И в таком случае подсказка значения, где вы пишете какие-то рандомные цифры, просто не нужна. И можно добавить что-нибудь еще. Например. Или можно не добавлять. Ну, в нашем случае просто больше ничего не нужно, но на самом деле здесь очень много функций, которые просто от запроса зависят. Я кидываю лишнюю карточку и удаляю просто. Апликовать. Теперь, допустим, я выбираю килограммы для корзину. Здесь мы видим круглые поля для бот. Они такие, как здесь. Они, кстати, по-моему, даже больше подходят. Можно менять количество, имя, имейл. Вот так выглядит маска с кодом страны. Здесь пользователь может выбирать свою страну. И я вообще советую всегда вот эту функцию выставлять, когда вам нужен номер телефона. Итак, кнопку мы не назвали. Через контент корзины. Дополнительно. Заголовок окна. То есть вот эта форма будет разумевать, что после ее заполнения мы нажимаем на кнопку «Оплатить» и нас сразу перекидывает на сервис платежной системы, который мы подключим к Тинде. Там мы вводим данные карты, деньги снимаются. И потом, когда происходит успешная оплата, пользователь обратно возвращается на Тинду, где у него открывается страница, где написано, что операция прошла успешно, все хорошо, деньги получили. Вот ваш товар. Допустим, приходит тогда-тогда или на почту отправлен. Вот эта страница, которая будет показываться после того, как человек вернется со стороны платежной системы обратно на Тинду, выставляется здесь. Ее тоже можно сделать на Тинде, мы ее тоже сделаем. Потом сюда просто вставим ссылку, и она будет автоматически тогда появляться. Так, сохранить. Да, вот все изменилось. Теперь, когда мы заходим в контент, здесь сверху мы видим два пункта, Тинде CRM и подключенные сервисы. Тинде CRM — это CRM-система Тинды, которая будет собирать заявки от ваших клиентов. Ее мы подключим чуть позже. Скорее всего, это будет прям отдельная лекция чисто для CRM-системы, где я буду это объяснять. Но она подключается тоже через картину. Подключенные сервисы — это все сторонние программы, которые интегрированы в Тинду, которые вы решили подключить к этому сайту. Например, чаще всего сюда подключаются, допустим, Google-таблицы, если вам нужно, чтобы информация сохранялась не только у Тинды CRM, но и там еще. Или, например, если вы подключили себе стороннюю CRM-систему не от Тинды и хотите, чтобы заявки прилетали туда, это тоже включается здесь. Или еще очень часто сюда подключают сервисы рассылок, чтобы, допустим, как только человек оплатил, ему автоматически приходило письмо с подтверждением, с логином и паролем, с какими-то данными доставки, ну и все такое. Это все подключается через здесь. То есть все сервисы, которые интегрированы в Тинду, вы можете подключить вот здесь. Это мы тоже чуть позже рассмотрим. И еще такой важный момент. Если на сайте вы добавили блок с корзиной, вот именно этот, вернее так, на сайте может быть добавлен только один блок с корзиной. То есть нельзя сделать так, чтобы у вас были разные корзины для разных товаров. Скорее всего, у вас такого запроса не возникнет, но если вдруг возникнет, то знаете, что так нельзя. Что делать, допустим, с клубникой? Потому что мы ее, ну, как вы помните, мы ее вывели так, чтобы она открывалась не в пупапе, чтобы не отсюда мы могли покрывать в корзину, а с другой страницы. Здесь нам придется повторить то же самое. Можно просто скопировать корзину, вернуться на страницу клубники. Сейчас я ее подпишу. Когда корзина подключена успешно, здесь снизу высвечивается вот такое вот желтое окно. Мы корзину вставили, но пока она не подключилась абсолютно, потому что автоматически корзина подключается только к тем блокам, которые находятся в категории магазин. То есть, вот этот вот блок мы добавили, когда зачтение в категорию магазин, выбрали что-то вот здесь, и к нему автоматически подключается корзина. Но на самом деле корзину и вот этот прием оплат можно подключить к любому элементу. То есть можно даже сделать так, чтобы при клике на какую-нибудь фотографию или на какое-то слово открывалась корзина. Как это делается? Здесь в корзине в контенте сверху написано, что для того, чтобы подключить, вам нужно сделать ссылку вот такого вида. Ссылку присвоить какому-то элементу, при клике на который вы хотите, чтобы корзина открывалась. Мы ее просто скопируем. Зайдем в настройки кнопки. И в ссылке для кнопки мы вставляем ее и пишем «Клубника». Опять никаких пробелов, никаких знаков, ничего лишнего. «Клубника 1500». Опять же то же самое. Мы вставляем вот эту настройку по умолчанию, которая у нас и так была, где мы видели, что клубника стоила 1500, просто здесь это автоматически подключается. А тут это нужно сделать вручную. Сохранить. И если мы публикуем сейчас, и стоит у страницу, при клике у нас будет выходить корзина. Единственная сложность, вернее, не сложность, такой нюанс, что если вы подключаете корзину к какому-то другому элементу, то есть не к тому блоку, который был в категории магазин, не к подобному блоку, а, допустим, просто к кнопке, тогда пользователь будет попадать сразу в корзину. Будет попадать сразу в корзину, и здесь уже не получится сделать так, чтобы он мог сам регулировать количество, чтобы он мог там разные параметры смотреть, потому что мы попадаем сразу уже в корзину и нацелены на то, чтобы просто пойти и оплатить. Вот, поэтому если все-таки у вас интернет-магазин, то лучше добавлять туда блоки, вернее, лучше составлять его из блоков, которые для этого предназначены. Теперь давайте посмотрим. Получается, мы подключили, мы создали блок магазина, мы подключили к нему корзину, и теперь мы хотим, допустим, создать фильтрацию на страницу, чтобы у нас при клике на этот текст установлялись разные товары. как это делается. Это тот сайт, который я изначально показывала. Я просто отсюда буду копировать блоки для того, чтобы вот это все заново не делать. Как это делается? Вы добавляете вот этот вот блок, который находится в разделе, здесь в разделе меню. Добавляете блок, редактируете его внешний вид, как вам нравится, и дальше добавляете те блоки, которые должны открываться при клике на один из пунктов. Здесь сначала у нас сушеные ягоды, я скопирую его просто. Так, сушеные ягоды и замороженные. Теперь, если мы опубликуем это в таком виде, то у нас просто получится очень длинный сайт, где эти блоки находятся один из других. Нам это не нужно, поэтому мы сюда в блоке, где этот фильтр, сходим в контент и видим, что здесь нам нужно вставить ID тех блоков, которые будут показываться при клике на этот пункт. Допустим, самый, ну, естественно, по умолчанию, когда сайт только открывается, у вас открыт первый пункт. Я нажала «Выбрать блоки», теперь выбираю этот блок, «Сохранить» и «Закрыть». Дальше заголовок 2 сушеный, выбираю блок, второй блок, «Сохранить». И третий блок. Все, теперь если опубликовать, видите, что они переключаются просто один за другим. В целом, это был первый вариант того, как можно создать интернет-магазин, и он чаще всего используется, если у вас не так уж много товаров. Допустим, ну, вот здесь не было смысла делать какие-то продвинутые функции, потому что всего 4 продукта. Вот. Но если у вас добавляется товаров больше, тогда у Тинда есть функция, которая позволяет управлять, например, полноценным интернет-магазином, в который… Ну, давайте сейчас, в общем, это рассмотрим. Так, я давайте дублирую… Нет, не буду дублировать. В общем, зайду в контент-блога. Давайте пока вскрою, чтобы они просто не мешаются. Захожу в контент, и вот здесь вот в самом низу написано «Выводить товар из каталога». Каталог товаров – это вот та самая функция Тинда, которая позволяет управлять интернет-магазинами как бы на более таком серьезном уровне. Здесь у меня сейчас выставлен незадан, потому что я все редактировала вот прям отсюда, из конструктора вручную, но если я нажму «Показывать товары из каталога», то тогда здесь будет отображаться только то, что у нас будет добавлен в каталог товаров. Если получилось так, что у вас уже есть какие-то товары на странице, то есть, допустим, у нас сейчас уже есть четыре товара на странице, но при этом увеличился ассортимент, и вы хотите добавить побольше. При том, что эти хотите сохранить. Здесь есть кнопка, которая называется «Скопировать товары в каталог». Я просто ее нажимаю. Сейчас ничего не изменилось. Сохраняю. То есть, здесь все выглядит точно так же, но теперь при наведении на этот блок у нас появляется кнопка «Товары». Нажимаем на нее, открывается новая вкладка. И здесь мы видим системную панель работы каталога с товарами. У нас слева расположены все товары по порядку. С их фотографиями, которые мы уже загрузили. Артикулы, если бы мы их вписали, они бы тоже были здесь, но мы просто не вписывали. Цена, их количество, которое можно редактировать отсюда. Допустим, у вас есть там, условно, всего 10 килограмм клубники. Вы хотите, чтобы, когда вы все продали, чтобы пользователь просто так не оплачивал. Поэтому количество тоже можно здесь редактировать. Их можно дублировать, можно показать, сделать видимость. Допустим, если у вас закончилась клубника, вы просто не хотите показывать ее на сайте, как бы смысл, если ее нельзя купить. Можно выключить эту галочку, и тогда ее не будет просто видно, но при этом она не удалится. Можно удалить. Вот, давайте посмотрим более детально, как редактировать товары через каталог товаров. Допустим, малину. Мы нажимаем и, по сути, видим те же самые настройки базовые, которые были, когда мы делали это через саму страницу, через блок для магазина товаров. У нас есть заголовок, какое-то описание, какой-то текст. Здесь его просто проще редактировать. И есть какие-то картинки. Есть цена старая, новая. А давайте лучше на примере клубники. Я выберу просто старую цену, чтобы не мешалось. Старая, новая цена. Есть какой-то артикул, я его рекомендую всегда добавлять, потому что тогда просто, ну, вероятность у вас запутаться намного меньше. Допустим, просто такой. И количество, например, там их 10 килограмм. Теперь, почему, в чем вообще преимущество каталога товаров? Потому что здесь вы можете добавлять варианты этого товара. Например, вы продаете клубнику трех разных сортов. И все они, естественно, стоят по-разному. Будет странно, если на самом сайте, в самом интернет-магазине у вас будет 15 разных товаров, где просто 15 разных видов клубники. Это как бы нелогично. И, естественно, проще сделать так, чтобы пользователь просто понял, что он хочет клубнику, зашел в карточку этого товара, и там уже в выпадающем списке, какую именно он хочет, и там цена в зависимости от этого бы менялась. Вот это все можно сделать вот здесь. Если мы делаем интернет-магазин через, просто вот отсюда, из панели редактирования, тогда таких функций у нас просто нет. Поэтому если вам, ну, если вам нужно побольше разных фильтров, то я рекомендую сразу подключать каталог товара. Но плюс ко всему с ним действительно просто проще работать. Вот, варианты товара, допустим, мы хотим добавить новый сорт клубники. Нажимаем, вводим сорт, выбираем, как он будет выпадать. Ну, чаще всего это выпадающий список просто. И мы хотим, например, чтобы в зависимости от того, на какой сорт кликнет пользователь, у нас менялись картинки. Поэтому я это связываю с изображением варианта и добавляю. Здесь у нас появляется вот такое поле, где мы видим фото, артикул, цена, старая цена, у нас ее нет, количество и сорт. Сорт, допустим, это будет мелкая какая-нибудь клубника. И фотографию мы сюда загружаем. Какую-нибудь, которая подготовлена. Вот добавилась фотография, это мелкая клубника. Добавляем второй вариант, та, которая у нас и была. Артикул, кстати, автоматически увеличивается на один пункт с каждым следующим. Но иногда эта функция немножко глючит, и поэтому лучше прописывать его всегда вручную, чтобы у вас не получилось такого, что несколько артикулов дублируется. Так, я сберегиваю вверх. А, нельзя. Вот, и для, получается, мелкую клубнику мы только что добавили. Это новая позиция. Давайте сделаем ее дешевле, чтобы понятно было. И крупная клубника. Пускай на крупную клубнику будет скидка. Старая цена будет 2000. И для крупной клубники мы назначаем ее фотографию. Допустим, вот эту. То есть все фотографии, они здесь залиты просто, просто как в контейнер скинуты. А уже вот здесь вы выбираете, для какого пункта какая фотография вам именно нужна. Вот. Здесь мы добавили только вариант сорта. Допустим, мы хотим добавить какой-нибудь еще вариант. Или нет, давайте пока так оставим просто. Сохраняем. Все, что вы делаете в каталоге товаров, сохраняется автоматически. То есть здесь даже нет кнопки «Сохранить». И сайт обновляется, как только вы нажимаете просто «Обновить» на самом сайте. То есть его постоянно публиковать не нужно. Али, видимо, не сделала там кнопку. Вот. Теперь мы нажимаем на клубнику. Пока еще ничего не изменилось. Нажимаем на клубнику, видим, сколько она стоит, видим ее артикул. И мы можем выбирать сорт. По умолчанию, ну, вернее, не по умолчанию, просто у нас на первой позиции стала мелкая, поэтому открывается сначала она, либо мелкая, либо крупная фотография меняется, их можно листать. Количество точно так же меняется, что для одной, что для другой. Что для одного, что для другого сорта. Допустим, если мы берем мелкую клубнику и поменяем количество, то оно будет меняться так же, как мы это запрограммировали еще давно для крупной клубники. Вот. Добавлять в корзину точно так же, ну, в общем, работа точно так же, просто появляется еще один фильтр. Так, возвращаемся в каталог. Теперь, когда мы добавили вариант какого-то товара, в основной панели каталога у вас здесь появляются два варианта, которые вы тоже можете точно так же отслеживать. И там, ну, очень удобно то, что видно, сколько у вас остается на складе, какое-то, сколько уже продано. И все эти детали здесь прям вот как бы наглядно показаны. Здесь есть поиск по каталогу, допустим, если у вас очень большой. Но на самом деле, если каталог прям очень большой, то, скорее всего, вам Тильда не лучший вариант. Допустим, если у вас там объем продукции, как, не знаю, у Ламоды или у Асеса, то, понятное дело, Тильда это просто не потянет, но там, допустим, не знаю, 50-40 товаров вы смело можете добавлять, и она, ну, как бы будет хорошо справляться с этим. Так, дальше. Что еще здесь можно сделать? Если у вас, допустим, вы продаете какую-то одежду, и у вас в магазине, например, кроссовки, там, спортивные штаны и какие-нибудь свитшоты, да, можно сделать так, чтобы сверху... Нет, давайте это, наверное, оставим на завтра, потому что это довольно большая тема, если просто не успею объяснить. Есть ли сейчас какие-то вопросы? Окей, тогда давайте так. Сейчас я покажу, как, наверное, как собирать заявки, потому что это довольно быстро, и времени как раз мало осталось. То есть получается, когда сайт уже опубликован, пользователь выбрал что-то, что он хочет, добавил это в корзину, вся вот эта информация, которую он заполняет в поле для заявки, должна прилетать куда-то вам, в вашу личную систему. Как это делается? Мы заходим в формы, в настройках сайта, и здесь подключаем любую, которая нам нужна. Можете подключать Google таблицу, там просто нужно будет дать доступ к своему аккаунту, и она сразу подключается, автоматически создает таблицу у вас на аккаунте, и как бы все заявки прилетают туда. Но по умолчанию я в целом вам советую, вне зависимости от того, что вы решите подключить, всегда подключайте Google CRM, потому что просто здесь это будет удобно открываться, и точно ничего не потеряется. Вот, мы выбираем Google CRM. Открывается, кстати, CRM-систему можно было открыть и через это верхнее меню. Открывается такое поле, и мы создаем новый лист, который будет называться, например, создается такое… Вот что у вас здесь есть. По умолчанию выставляется email название телефона «Дата», но сейчас, если мы опубликуем сайт, и если туда будем что-то вводить в поля для ввода, к нам сюда ничего не придет. Почему? Потому что как раз-таки вот это вот имя, про которое говорило, вот здесь, в полях для ввода, вот это имя переменной, мы его еще не ввели в CRM-систему, то есть пока у нас мы не создали инг, поэтому система просто не понимает, какую информацию ее нужно брать. Как это делается? Мы заходим в настройки, выбираем поля, удаляем пока все не нужно. Здесь у вас, кстати, очень важная система защиты, чтобы вы случайно не удалили, если просто кликнули на кнопку. Дата, пускай, всегда остается по умолчанию, ее никак не нужно связывать с таблицей, она автоматически определяется, дата и время автоматически определяются. Вот, добавляем поле, точно так же, как когда мы делали форму в корзине, в нашем случае это имя, заголовок имя, и имя переменной точно такое же, как и то, что мы поставили в корзине, добавить еще. Так, потом, чтобы имя, и номер телефона. Следующая вкладка называется «Этапы». Здесь заявки фильтруются, могут фильтроваться так, как вы хотите, но по умолчанию они фильтруются как входящие архивные, то есть, допустим, пришла какая-то заявка, там, условно, на 2 килограмма клубники, вы ее обработали, товар отправили, и в своей системе вы переносите эту заявку из папки входящей в папку архивную, чтобы просто не податься, но при этом, чтобы у вас никто ниоткуда не удалялся, просто чтобы для себя могли разложить все по полочкам. Я чаще всего так и оставляю, входящие архивные, можно, допустим, назвать новые заявки и старые, ну, как угодно, можно добавить несколько, можно вообще сделать здесь, как в трейл, чтобы у вас были, как в менеды скажут, вы перетягиваете карточки с одной стороны в другую, ну, это как бы просто как вам удобно. Действие вы можете удалить весь список, добавить таких-то людей, у которых тоже будет доступ, причем это можно делать как на, вернее, на бесплатном аккаунте для себя, можно делать как на персонал аккаунте, так и на бизнес, скачать это все можно, отправка писем, это потом. Так, и все. Теперь для того, чтобы подключить вот эту форму к сайту, мы заходим на сайт в корзину, и вот здесь вы можете заметить, что у нас появилась вот такая новая галочка, потому что мы только что создали новый лист CRM в Тивиде. если нажать на галочку, нажимаем на галочку, это означает, что теперь все заявки, которые приходят через вот этот вот блок, опять желтое окно означает, что все хорошо, все заявки, которые приходят через этот блок, попадают к нам в CRM-систему. Если опубликовать, допустим, что-то выбрать. Кстати говоря, наличие вот этой вот маски не дает пользователю ошибиться и, допустим, ввести там условно на одну цифру меньше, поэтому, опять же, всегда ее нужно ставить. Нажимаем оплатить. Сейчас, когда нажимаю на оплатить, мне просто освещивается окно, что все хорошо, ваши данные приняты, потому что я еще не подключила платежную систему. Как только я ее подключу, меня будут автоматически пересылать на другой, на сайт платежной системы, потом возвращать их обратно. И теперь, если зайти в CRM, скорее всего, сейчас прям сразу это не обновится, но... Как правило, в течение 5-10 минут вы видите, у отца появляется здесь вот эта кнопка с заявками, потом будет написано, что плюс одна заявка. И в течение 5-10 минут в CRM-системе появляются данные пользователя, который только что оставил заявку. Так, у нас осталось 5 минут. На этом тогда, наверное, все. Если есть вопросы, то задавайте, если нет, то встретимся завтра. Здравствуйте. А можно спросить? Вот я вчера, позавчера не смогла послушать ссылки на прошедшие. Можно взять? Как-нибудь получить? Я знаю, что вам должны прислать видео, но я не знаю, кто именно и когда. А вы в первых двух занятиях о чем говорили? Потому что меня интересует тема просто не магазинов, а лендинга. Об этом и говорили. Мы об этом и говорим, просто помимо этого еще и рассматриваем интернет-магазины. А старые ссылки тогда у кого спросить? У организаторов, да? Я думаю, да. Они обещали, что вам отправят ссылки на старые видео. Все старые, которые прошедшие, да? Да, там два всего. Хорошо. А на почту прошедших занятий не упало? Где найти? Не знаю. Я, если честно, про это не знаю. А, после завершения. Хорошо, спасибо. Да, после завершения будет рассылка. Если вы зарегистрировались на этот воркшоп, вам пришлют все записи, включая и этот урок тоже. Хорошо, спасибо. Но это будет после завершения всего фестиваля, то есть после 20-го числа. Хорошо. Я зарегистрировалась именно, я думала, там надо было указать каждое событие, я, по-моему, на все зарегистрировалась и захожу, куда вот, например, мне интересно. Не знаю, теперь если я не указала именно этот воркшоп, то может и не прийти, да, ссылка? Да, если вы не указали, именно этот может не прийти. Поэтому вы зайдите, зарегистрируйтесь, регистрация открыта. Ну, если вы здесь, то вам придет. Вы же как-то перешли сюда. Ну. В общем, не переживайте. Хорошо. А ну, если что, ваши контакты как найти? Вы же организатор, получается, да? Да, все контакты на сайте GoWirel есть. Хорошо, спасибо. Еще есть у кого-нибудь вопросы? Можно включить микрофон, так озвучить. У меня вопросов нет, но я просто хотел поблагодарить за урок. Честно, я не знал раньше, что в Тилде можно интернет-магазин делать. На самом деле, там раньше и нельзя было, но вот последние, кажется, три года уже можно. А можно у вас спросить разницу Тилда и WordPress, чем один другого лучше или позже? Ну, WordPress — это более сложная платформа, на которой нужно знание кода и на которой, как правило, пишут сайты более тяжелые и более сложные сами по себе. Тилда нужна для того, чтобы создать, в принципе, что многостраничный сайт, что просто лендинг, но в Тилде, в общем, это проще делать, и там можно не использовать код. Как правило, сейчас все меньше и меньше сайтов, которые необходимо делать на WordPress, то есть код нужен все реже и реже. Только в том случае, если у вас очень тяжелый сайт или, допустим, это какой-то мощный интернет-магазин, или там какие-то должны быть внутренние серьезные калькуляторы, ну, в технической стороне сайта, тогда да, WordPress. А для большинства нужд Тилде вполне достаточно. А вот сейчас, например, на сайтах добавляют, например, это, донаты там и так далее. Вот это сложно делать? Как вообще делается вот эти? Это я могу потом показать, вот на следующей лекции, это на Тилде тоже делается. А, хорошо, спасибо. Так, я не знаю, если честно, насчет регистрации на другой воркшоу. Это, я думаю, тоже нужно у организаторов узнать. Пожалуйста. Да, если нет вопросов, то до завтра. Завтра, получается, в то же время мы, скорее всего, продолжим еще несколько функций интернет-магазина рассмотрим, а потом будем доделывать сайт дальше уже вот, не делая акцент на магазине, а делая акцент именно на том, как сделать сам лендинг. Хорошо, спасибо. Спасибо, до свидания. Всем до свидания. До свидания.